Итак, ещё раз привет! За время службы в армии отвык от обычного общения с людьми. Сейчас не могу, как раньше, налегке общаться с друзьями. Стало тяжело вливаться в новый коллектив и свободно общаться с незнакомыми людьми. Появилась какая-то боязнь общения показаться навязчивым. Так, посоветую, как с этим бороться и общаться так же свободно с незнакомыми людьми, как ты в своих роликах. Так, посоветую бороться. Никаких советов бороться я давать себе сулимов не буду. Потому что борется в данный момент твой мозг, который накручивает тебе и говорит о том, что ты сейчас какой-то не такой и что ты очень часто попу свою трогаешь рукой. В этих видосах я делюсь своим опытом и по опыту скажу следующее. Одна из причин, по которой я не снимал подобные видео раньше, это мой страх и волнение того, что обо мне подумают окружающие. И те люди, которые меня знают, и те люди, которые меня не знают, а просто подписаны на мои видосы. В голове всегда присутствовала мысль, что не надо, женек, не надо. Зачем, блядь? Сейчас столько хейта польется, блядь. А на улице вот ты как будешь выходить? Чего эти люди подумают? Скажут с приветом, что ли? Не надо, не надо. Боязнь того, что о тебе подумают люди. Ты в целом хочешь этого, тебе это все по душе, ты в это веришь, но большинство людей это не принимает. Но ты хочешь казаться окружающим лучшим, обычным. На самом-то деле обычным. Потому что все необычные пассажиры, они для общества странные типы, надо от них подальше держаться. Когда я в школе учился, у нас были ребята с отклонениями. И я, как и большинство моих одноклассников, прикалывались над этими ребятами. Помимо всех тех гадостей, которые мы таким ребятам говорили, мы их обижали. Пинали, били, плевались в них, кидали чем-то. В итоге те ребята, которые были немножко не такими, эти ребята где-то нашли себя очень даже хорошо. Они гении. Гении в каких-то тех ремеслах, на которые они обратили внимание. Но для нас это было не гений, для нас это были дурачки-дебила. Странные типы, которых надо как-то вот немножечко одарить своим вниманием. И боязнь того, что ты не хочешь предстать перед обществом в своей естественности, потому что общество может о тебе подумать так-то, ся-кто. В этом проблема. В этой мысли, которая лежит, засела в голове, и которая боится того, что о тебе подумают люди. Есть классная фраза, которая мне очень нравится. Быть глупым – это не проблема. Бояться быть глупым – это и есть настоящая проблема. Настоящая. И как только ты переключишь внимание от тех мыслей, которые хотят тебя изменить, сделать тебя лучшим для общества, как только эти мысли прекратят главенствовать в твоей голове, вот тогда всё изменится. И тогда то общение, каким бы ты ни был, навязчивым, ненавязчивым, оно будет естественное и настоящее. И неважно, как будут воспринимать его те окружающие, которые будут общаться с тобой. У меня был опыт, когда я проводил тренинги и курсы, и темой была уверенность в публичных выступлениях. И в основном приходили те люди, которые очень боялись публично выступать. И в какие-то моменты своей тренинговой деятельности на эту тему я умничал, закидывал какие-то действительно инструменты. Мы как-то пытались измениться, побороть этот страх. А потом я сам пришёл к тому, что не нужно никого бороть. Надо, наоборот, взять это волнение и это ощущение за основу и воспринять это как ту энергию, которая только поможет тебе. А поможет она только тогда, когда ты не будешь давать ей никаких слов, никакого ярлыка, никакого названия. И на собственном опыте, когда я еду на какое-то мероприятие, а внутри меня публичные мероприятия, где мне нужно будет выступать, может быть, вести какое-то мероприятие. И внутри всегда есть ощущение, ах, то есть, горит, всё горит. И это ощущение можно назвать волнением, что я волнуюсь. Но я не даю ему это название, я просто живу с ним. Всю дорогу я еду в машине, и мне дышать нечем, потому что это ощущение переполняет меня. Это ощущение, которое до этого я бы назвал бы волнением и страхом. Нет. В тот период, когда я с ним полностью, это какой-то кайф. И ты ни о чём не думаешь, ни о том, как ты будешь говорить, как ты будешь общаться или что-то там ещё, но ты приходишь, и это всё как с нуля начинается. Никакой ментальной подготовки, никакого думания о том, что ты должен быть вот именно таким. Никакого думания не было. Тебе некогда было думать, потому что всё это время ты ощущал это. Внимание, оно либо тут, либо тут. Либо тут и тут, но ты прям тут. Ты прям тут. И когда идёт процесс какой-то встречи, какого-то выступления, каких-то знакомств с новыми людьми, ты начинаешь с нового листа. Ты ничего не репетировал, и ты не тренировался, каким ты должен быть. Ты естественен. Ты абсолютно естественен в этот момент. Ты подходишь к человеку, ну, это я сейчас говорю на примере Сулимова, который там хочет с незнакомыми людьми как-то начать общаться. Если тебе действительно это нужно, и ты там без этого не можешь, и тебе хочется подходить к кому-то и общаться, ты будешь это делать с пустой головой, и это ты будешь делать офигенно. Офигенно. Потому что ты до этого себя не мучил и не терзал себя мыслями о том, каким ты должен быть. Ты естественный. Зануда. Вот ты такой зануда. Балабол. Вот ты вот такой балабол. Как есть. Ты такой, какой есть. Быть, а не казаться. Классное тоже словосочетание. Быть, а не казаться. Я работал в компании, и там был девиз. Быть, а не казаться. Я его трактовал не так. Я думал, ну да, быть. Вот я вот такой. Но мы, мы не знаем, какие мы есть на самом деле. В магазин пришел, вот уже такой. Здравствуйте. Каким-то голосом говоришь другим, потому что уже какую-то ты маску напялил на себя. Мы эти маски накидываем на себя каждыми днями по 10 штук. С начальником ты такой. С подчиненным ты уже вот такой. Но это все не ты. Ты автономно привык себя таким выдавать. Выдаешь себя разным со всеми абсолютно. Но это даже и не является тобой. Потому что быть и естественное я, оно совершенно отличается от того, какие на себя мы надеваем намордники. Шлема. И не зная, будучи какой ты есть на самом деле, тебе хочется еще одну маску напялить на себя, чтобы научиться быть разговорчивым и веселым парнем, знакомиться с девчонками. Еще одну хрень на себя напялил. Никакой борьбы, никакой борьбы поменьше ума. Поменьше ума, и жизнь будет складываться естественно. Она будет складываться по-настоящему. Когда мы планируем чего-то, хотим быть на этом мероприятии такими, говорить такие-то вещи, и не говоря эти вещи, которые мы планировали, и не создавая из себя вот такого персонажа, каким хотели бы быть, у нас просто не получается. Мы начинаем расстраиваться, злиться и переживать, потому что не получилось ни хрена. Но не планируя, не планируя какие-то вот эти вот абсурдные вещи, что ты хочешь каким-то вот сяким показаться, ты будешь естественным. Для меня важно сейчас снимать этот контент, потому что тот страх, который я испытывал ранее, что обо мне сейчас подумают, как-то не так, какой-то что-то не то прочитал, что-то у него крыша поехала, он сектант какой-то, да он как этот, да он как тот. Те мысли всех тех умов, которые это пишут мне, для меня это уже сейчас как бальзам на душу, но изначально, конечно, в подбросало. В подбросало, и ум прилетал и говорил, Жек, что, может, пока не поздно остановимся, там что-нибудь другое поснимаем. Ум прилетал. Но с этим умом я не хотел отождествляться, принимать это. И ко всему можно привыкнуть. Сейчас я уже привык к этому хейту, который присутствует. Но мое внимание направлено не на хейт. Мне не нужны эти слова. Не нужны эти домыслы и рассуждения всех людей, которые хотят как-то посоветовать мне что-то делать. Не нужно. Мне хватает только того ощущения, которые я получал изначально, когда читал это. То есть я прочитаю, в подбросает, прилетает мысль. Может, ты напишешь ему ответ? А потом ты понимаешь, что не нужно думать о том, что тебе советует мысль. Поживи с этим ощущением. И это ощущение дает тебе кайф, дает тебе возможность не думать о мыслях других людей. И ты привыкаешь к этому. И потом не замечаешь этого хейта. Ты видишь только те комментарии, которые тебе нужны. Те комментарии тех людей, которым ты помогаешь в этом видео. И это абсолютно нормально, что мне такое сейчас разное неприятное будут писать. Пускай. Это все уйдет. Это от зрителя уйдет. И ему это не нужно, и мне он тоже не нужен. Зритель, которому это неинтересно. Но уже сейчас моя душа спокойна. И мне абсолютно не стыдно за те вещи, которые я сейчас говорил. Я хотел говорить об этом всегда, когда... Не всегда, когда, а как только я начал все это ютубное дерьмо, я хотел говорить о том, о чем говорю прямо сейчас. Ничего не изменилось за все эти годы, каким я был, такой я и есть. Только вы сейчас видите это сейчас. А так-то это все было. И мои... Некоторые знакомые тоже могут увидеть меня и подумать, ой, блядь, что с Жекой? Ничего, ребята. Сейчас, если вы увидите меня вживую, я буду таким, каким я и был. Здорово имя. Но я не буду с вами трепаться об этом, если вам это не нужно. Если вам это нужно, вы сами об этом будете со мной трепаться. И я вас поддержу. Что-то хотел еще сказать. Ну ладно, что хотел сказать, то скажу. Спасибо, Сулимов, за вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова